Книга «Открытым окон», том 4, тема литературы, вопрос 1278. Если подходишь к газетному киоску, а там все витрины завалены порнографией, то нужно ли высказывать свой протест по этому поводу продавцу этого киоска? Вряд ли это поможет, ведь не будет же продавец избавляться от товара, который обеспечивает ему зарплату? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В самом начале, когда нечестье только начинает проявлять себя, здесь необходимо приложить силы и попытаться остановить, и Бог это благословляет. Число 27, 7-15. Финиес, сын Елеазара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину в чрево ее. И прекратилось поражение сынов израилевых. Умерших же от поражения было двадцать четыре тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря, Финиес, сын Елеазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов израилевых, возревновав по мне среди их, и я истребил сынов израилевых в ревности моей. Посему скажи вот, я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветам священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов израилевых, имя убитого израильтянина, который убит с Мадианитянкой, было Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова, а имя убитой Мадианитянки – Хазба. Она была дочь Сура, начальника Аммофа, племени Мадианского. Нужно мужество, решимость ревности упования на Бога. Господь содействует и благословляет, но если проказа поразило все тело, то дается указание на изгнание прокаженного. В данном случае, если все общество сделалось прокаженным, то должен выйти из него ты сам. Еклесиас 3,7 Время раздирать и время сшивать, Время молчать и время говорить. Осии 4,4 Но никто не спорь, никто не обличай другого, и твой народ, как спорящие со священником. Вы сами говорите, какие будут действия. В самом начале перестройки на вокзале в Тюмени мне пришлось идти к начальнику, протестовать против наглой рекламы каких-то чулков. Но спустя уже короткое время в Барнауле я увидел в киоске откровенную порнографию. И, зная, что вокзальное начальство не примет никаких мер, обратился в горком партии. Проходя вечером мимо этого места, я не мог найти киоск. Оказывается, его просто смели. А сейчас все это разрешено, и сделать ничего нельзя, и я об этом молчу. За все время возникновения комков я еще ни разу и ничего у них не купил. Не подходите к ним, и этим самым вы ослабите их влияние. У входа в Киево-Печерскую лавру какой-то мерзавец стал торговать пластмассовыми чертиками. Его предупредили верующие, но он не сдвинулся с места. Подошел какой-то Моисей и врезал этому египтянину. А три других брата сапогами передавили всю эту нечисть. Все, больше духа его здесь не было. В центральной газете была статья с шашкой на голое тело. Закройте глаза и подумайте, о чем дальше может идти речь. А это как раз по вашему вопросу. Вначале я подумал, что кто-то без формы припоясался мечом, но оказалось, что православный казак по Волжье, читая газеты, вдруг наткнулся на заметку, что в Москве открывается порнографическая выставка. Он тут же начистил сапоги и отправился в Москву, захватив с собой шашку. Там он бросился в атаку на голое тело. Описывают, что вначале раздался грохот его кованых сапог, звон разбитых витрин и разорванных картин. Он один. А если бы ворвалась сотня таких молодцов? Эта мерзость насаждается в школах. Нужно писать протесты в прокуратуру, не отдавать детей в школу. Хорошо поговорить с преподавателями и уничтожать развращающие учебники. О, Финес, моли Бога о нас, да соделает он нас твоими подражателями. Стоял он красивый и рослый на круче у горной реки. Рога, как трехлетние сосны, а ноги, как лозы, тонки. И пусть окружен он и ранен, но он на колени не пал, минуту живым изваяньем, очами сверкая, стоял. Под кручей туман оклубятся, и пропасть лежит, как в дыму. Он сделал, что мог, и ему теперь погибать или сдаться. Казалось, он должен смириться, охотник живым заберет. Но, ринувшись в пропасть вперед, он стал на мгновение птицей. И люди, убезны на грани, в молча не следили за ним, пока он не скрылся в тумане, по-прежнему непобедим. А мне захотелось сегодня поведать вам песню о том, что лучше погибнуть свободным, чем жить, оставаясь рабом. Внутри гуляла.